Да, со стандартной фразой у нас всегда начинается не самое веселое занятие, о том, что запись ведется. Еще раз всем добрый вечер. Я рад, что вы подключились к нашему вот такому вот мастер-классу, потому что это всегда интересно, когда что-то повторяешь или новое узнаешь. Однако же я хочу сразу сказать, что мне все время кажется, что то, о чем я рассказываю, большинство из вас в каком-либо виде уже пробовали или знаете. Поэтому, на мой взгляд, тема у нас сегодня не самая топовая, потому что что такое веб-сервера. Это для тех, кто фанат администрирования, настройки. Тем не менее, сегодня мы будем говорить о настройке HTTPS на веб-сервере. И с вами на связи я, Алексей Тарасов, старший преподаватель центра специалист. В декабре исполнилось 10 лет, как я работаю в специалисте. Так что, можно сказать, целая круглая дата. И за это время много чего произошло. И сам подучился, и других подучил. Создал несколько собственных курсов в специалисте. И, как подсказали мне мои коллеги, выпустил, обучил более 5000 слушателей. Ну, вот, за 10 лет это вообще было не классно. И, в основном, я веду занятия по направлениям, связанным с веб-позработкой. Например, HTML, JavaScript, PHP, настройка серверов Android, Apache. С React немножко занимаюсь, там, Symfony ввожусь. И, почему-то, я тут мой SQL не указал, и мой SQL не занимаюсь. То есть, такой, скажем, old-stack технологии. Достаточно такой базовый, работающий на многих хостингах. И, в общем-то, достаточно, на мой взгляд, традиционный. Мы с вами, как обычно, занимаемся в стенах центра учебного специалиста. И я должен сказать, что за это время вот эти 5000, которые учеников я выпустил, они являются частью более миллионов, миллиона выпускников, которые вышли из наших аудиторий. Более 1000 курсов у нас есть. Ну, и там много всякого интересного. Читайте описание о учебном центре специалистов на сайте, потому что здесь есть много всяких классных фишек, классных вещей, классных обещаний, гарантий и всего остального. Вот. Ну, а мы с вами, наверное, сегодня приступим к самому интересному. Мы поговорим с вами о теме нашего семинара. Это настройка HTTPS на веб-серве. Значит, почему это крайне важно? Почему нам обязательно нужно на своем сайте, чтобы был этот HTTPS? Где брать то, что обеспечивает HTTPS? Ну, и в конце концов, посмотрим, как это все дело настраивается. Значит, начнем мы с вами, наверное, с того, что HTTPS – это протокол, который обеспечивает безопасность и конфиденциальность информации, передачи информации от сайта, то есть от веб-сервера с сайтом к клиенту, будь то браузер, будь то какое-нибудь приложение или что-либо еще. Что значит конфиденциальность и что значит безопасность? Дело в том, что когда мы с вами разрабатываем какое-нибудь чувствительное к безопасности приложение, это может быть сайт с возможностью регистрации на нем, это может быть сайт, который передает какие-то чувствительные данные, как то, например, номер и разные другие данные нашей платежной карты, как то еще какая-нибудь информация, например, документы важные, что-то еще. Мы с вами всегда хотим, чтобы, во-первых, если кто-то у нас перехватит эти данные, то в этом случае не могли бы их расшифровать и потрогать. Если вдруг специально или нечаянно кто-то повредит эти данные, ну там какие-то байты условно пропадут, нечаянно, из-за технических возможностей, не специально, то тоже мы с вами сразу бы об этом узнали. И мы бы также хотели, чтобы у нас никто вдруг не мог прикинуться нами на сайте или там наши пользователи не могли случайно с помощью постороннего человека, условного хакера, потерять свою информацию, поскольку есть разные виды атак, но по атакам это, наверное, не другой курс. В общем, нам очень хочется, чтобы на нашем сайте, в нашем интернет-магазине, на нашем проекте, стартапе, назовите как угодно, веб-приложении, был настроен вот этот вот протокол HTTPS. Реализуется это, естественно, ну как бы, должно быть понятно как. Это установка сертификата, который работает, основан на одном из протоколов. Раньше, чаще всего, это был протокол SSL, Secure Socket Slayer. Сейчас чаще, серьезнее говорят о TLS, Transport Layer Security. Я, наверное, не буду вас озадачивать нюансами теории, плюс сам не могу ей, если честно, похвастаться, потому что такая вот глубокая-глубокая секьюрность – это, конечно, очень интересная тема, захватывающая, любопытная. И там рассказывают разные интересные вещи на наших курсах, там по всяким этичным хаккингам. Но мы будем с вами более приземленные. Нам для того, чтобы было HTTPS, нужно получить вот этот вот сертификат. ТЛС или там SSL, ТЛС, лучше. Хотя часто говорят, что ТЛС – это тот же самый SSL, но про апгрейшн. Какие варианты у нас есть в получении сертификата? Самый дешевый, самый классный, самый быстрый, надежный – это воспользоваться сайтом letsoncrypt.org. Это сайт, который выдает сертификаты длительностью, если память мне не изменяет, на три месяца. И позволяет нам спокойненько вот это HTTPS соединение, протокол реализовать на своем сайте. Второй вариант – это купить такой сертификат у одного из удостоверяющих, соответственно, центров. Таких компаний достаточно много. Вы можете зайти на сайты любого аккредитованного регистратора доменных имен, и там обязательно будет какая-нибудь ссылка. Она будет называться что-то типа SSL-сертификаты. И посмотреть. Стоимость у них разная, предназначение у них тоже там немножко может отличаться. Если говорить о стоимости, то где-то около года назад, когда у меня заканчивался очередной сертификат платный за полторы тысячи рублей в год, и мне стало жалко полторы тысячи рублей дальше еще раз платить, я думаю, что и вам наверняка станет жалко, если просто так кто-то вдруг попросит у вас полторы тысячи, то, естественно, захочется сэкономить. И представляете, мое удивление, когда на моем хостинге я вдруг обнаружил заветную кнопочку Let's Encrypt получить сертификат. И, в общем-то говоря, я думаю, что не только на моем хостинге, в котором я пользуюсь, но и на других тоже, такие штуки обязательно найдутся. Это очень интересно. Вы можете даже получить сертификат с Let's Encrypt при помощи, внимание, ну, собственно, генерации сертификата. При помощи специальных утилит. Есть специальная утилита Certboard, есть другие классные утилиты. И, в общем-то, путем небольших, в общем-то говоря, манипуляций сгенерировать и подключить на ваш сервер собственный сертификат. Я, поскольку этого вручную сам не делал никогда, мне перед текущим вебинаром очень сильно остро захотелось включить под тему генерацию сертификата с Let's Encrypt. Представьте, какое было мое разочарование, когда я узнал, что это можно делать только на живом сайте. Ну, в смысле, на локальной машине, на локальном компьютере с нашими виртуальными хостами это сделать не получится. Честно говоря, я прям, ну, огорчился. С другой стороны, как проблема, ну, представьте, да, там, открыть реальный сайт, ну, там, показать свои логины и пароли. В общем, когда возникла дилемма, показывать это на реальном сайте или нет, я, конечно же, понял, что с точки зрения безопасности это будет некорректно. Вот, поэтому, если вдруг вы захотите, так, сейчас будет реклама, когда придете на курсы и когда соберетесь настраивать свой собственный сертификат при помощи Let's Encrypt на вашем сервере, то обязательно упомяните об этом, и мы с вами на курсе по настойке веб-серверов об этом обязательно поговорим. Ну, а здесь, сегодня, сейчас, мы пойдем по третьему пути, самому специфическому, мы будем генерировать свой собственный сертификат. Друзья, у этого подхода есть свои плюсы и минусы. Из минусов я выделю тот, что свой собственный подписанный сертификат, он чаще всего, не чаще всего, всегда браузерами отображается как ненадежный. Это не совсем соответствует действительности, потому что трафик между вашим сайтом и клиентскими приложениями, он будет 100% защищен надежно. Другая проблема в том, что если кто-то не как вы, а кто-то не очень хороший, тоже настроит себе такой самоподписанный сертификат и будет заниматься каким-нибудь фишингом или еще чем-то, то и в этом случае тоже браузер скажет, что сертификат ненадежный. То есть, другими словами, самоподписанные сертификаты обеспечивают хорошую защиту трафика, но не гарантируют, что владелец сайта с этим сертификатом, ну, в общем-то говоря, является надежным, проверенным товарищем. И зачем же нам тогда может такой сертификат пригодиться, который не совсем нашим клиентам может сигнализировать о нашей надежности? Друзья, все очень просто. Если мы создаем сертификат для какого-то своего проекта, который не обязательно прям видит мир, то есть это могут быть какие-то дополнительные ваши сервера вспомогательные, но они нуждаются в надежной защите, то вы можете этим воспользоваться. Так, меня слышно нормально? Там со звуком все хорошо? Присоедините в чат, пожалуйста. Один-два раз. А, все нормально. Да, хорошо. Ага. Так вот, в качестве сервера, сегодня, когда я собирался выбирать между Apache и NGX, я подумал, что Apache как-то это не так трендово. Я решил выбрать в качестве сервера NGX, а в качестве инструмента, который бы нам генерировал сертификаты, я выбрал OpenSSL. Поэтому, если кто-то из вас уже был на наших курсах по настройке NGX и Apache, я даже, наверное, скажу, что вы, возможно, немножко расстроитесь, потому что этот фрагмент мы на занятии с вами как-то уже затрагиваем, и затрагиваем постоянно. С другой стороны, если вы еще не были на наших курсах, то вы будете иметь представление, чем мы тут занимаемся, по крайней мере, вот в этой части, и вам будет интересно. Итак, OpenSSL.org – проект, который позволяет нам, в общем-то, познакомиться с документацией вот этого продукта OpenSSL, и, в общем-то говоря, по этим руководствам попробовать сгенерировать свои ключи. Здесь нужно важную ремарку сказать. Изначально OpenSSL, он, насколько я в историю вдавался, он назывался именно OpenTLS, но потом из-за звучности и названия они переименовались в OpenSSL, а уже потом, когда версия с TLS стала больше и больше распространяться, решили переименовать, но, в общем-то, возник спор, насколько я помню, у монтейнеров, у главных разработчиков, и они, поскольку узнаваемость библиотеки OpenSSL такая достаточно большая, известная, крупная, то распространенная, можно сказать, то решили оставить именно вот такое название. Ну, это не означает, что там вы будете пользоваться каким-то более старым продуктом. Нет, вполне нормальный, классный инструмент. Ну, давайте перейдем уже непосредственно к настройке. Чтобы пример вам понравился, я решил показать этот пример абсолютно с полного нуля. То есть я сейчас скачаю сервер Nginx, вот он у меня скачивается, и распакую его в такую вот папочку, которую расположу на диске C. То есть вот это вот у меня будет моим сервером Nginx. Давайте я сделаю Nginx. На диске C, потому что мне удобно потом работать с этого диска. Ну, вот он у меня, Nginx, здесь существует. Левый шифт, правая кнопка мыши позволяет мне запустить вот такую вот консоль. И в этой консоли, так, масштаб немножко неудачный, почему? А, вот, видно. И в этой консоли я запускаю команду, которая называется Start Nginx. И если все хорошо, видите, у меня ошибок сейчас нету, а это означает, что у нас работает уже благополучно локальный сервер. И если вы когда-то работали с серверами, то знайте, что по умолчанию, когда вы поднимаете веб-сервер, работает локал-пост. А если не работали, то просто в адресной строке, ну, можно написать e-tipi, .2, а можно просто написать локал-пост. Вот посмотрите, у нас сейчас действительно работает сервер. Если скопипастить из адресной строки адрес, который теперь получился. Так, у меня тут какой-нибудь редактор есть. Ух ты, у меня вот тут есть редактор. Так, это нам не нужно. Смотрите, видите, он пишет нам. HTTP двоеточие локал-пост. То есть у нас сейчас незащищенное соединение. Это плохо, это страшно. Ну, для такого сайта, для одной страницы нет. Но если будут формы и оплаты, то я не хочу. Пишу. HTTPS двоеточие два сочи. Нажимаю Enter. Посмотрите, что происходит. Сервер не понимает о том, что нам вздумалось здесь, в общем-то говоря, заходить по вот такому защищенному соединению. Проблема. И теперь мы переходим к части генерации сертификатов. Первым делом мне нужно забраться и найти библиотеку, которая называется OpenSSL Lite. Я заранее его присмотрел, поскольку, в общем-то, и проверял. Работает нормально. Ссылку в чат я отправил. Выбираю какой-нибудь вот из этих вариантов. Например, вот этот весит на 3,5 мегабайта. Как только она у меня скачалась, я сразу получаю вот такое вот окно установки, соглашаюсь с правилами. И вот здесь, когда вы будете первый раз устанавливать эту библиотеку, у вас будет адрес C Program Files OpenSSL. Я, поскольку не мог не проверить перед вебинаром, все ли тут гладко, нормально, до начала вебинара уже устанавливал эту библиотеку, потом сносил ее, чтобы не было никаких сюрпризов. У меня остался адрес C OpenSSL. То есть у вас там будет Program Files. На самом деле можно и в Program Files поставить, но чем у вас короче название папки, тем быстрее потом в консоли можно на него стучаться. И как бы удобнее. Говорим Next. Говорим, что в Windows System Directory копируются нужные DLD, DLL-ки. И если есть желание, кинаем на нас. А если нету, не кидаем. Теперь, когда мы это сделали, нам нужно забраться вот сюда в папку NSSL и забраться в папку BIM. Именно здесь лежит вот эта вот замечательная утилита. Кстати, именно при помощи этой утилиты можно не только генерировать ключи, но также еще и создавать хэши для учетных записей пользователей, которые будут иметь доступ к закрытым частям сайта на Nginx или на Apache. И на курсе, кстати, мы тоже этим занимаемся. Ну и сейчас о сертификации. Запускаем левый shift, правая кнопка мыши. Еще одно окно командное. Вот такое вот. То есть у меня сейчас уже по факту открыто два окна. В одном окне у меня там был запущен Nginx, вот так. А во втором окне у меня сейчас запущено то место, где мы собираемся генерировать при помощи OpenSSL наш сертификат. И дальше начинается самое страшное. Я бы вам рекомендовал, конечно же, наверное, найти в интернете какой-нибудь либо tutorial, либо очень медленно повторять то, что я буду делать, потому что утилита OpenSSL, она очень нагружена большим количеством разных параметров и очень легко допустить ошибку, потому что, ну поверьте, потому что очень много символов. Опять же, перед тем, как занятия провести, я очередной раз это все тестил и даже при, казалось бы, таком отлаженном процессе генерации ключей на своем дефонтном локальном сервере, я все равно умудрился хоть раз не нашидится. Поэтому будьте аккуратны. Итак, первым делом мы собираемся с вами сгенерировать закрытый ключ. Это делается при помощи флажка GenRSA. Дальше нам надо указать какой-нибудь шифр. Мы указываем симметричный блочный шифр, он называется Triple DES. Нюансы не спрашивайте. Еще раз, в саму глубину, в теорию, в такие вот вещи, которые там касаются такой низкого уровня криптографии, я не погружался и не планирую в ближайшее время. Так что нам нужна именно фишка, когда у нас на сервере будет ключ. Мы говорим, что у нас будет какой-то пароль использоваться чисто там 1, 2, 3, 4. Мы говорим, что у нас на выходе будет получаться какой-то файлик. Его можно назвать, в принципе, как угодно, но давайте назовем его server.key.for. И если мы вот здесь сейчас делали все правильно, то у нас сгенерировался приватный ключ RSA. И я увижу его вот здесь в папке BIN. Вот он. То есть, если вы захотите, я думаю, что захотите на досуге, вы его откроете, посмотрите, и вот такая вот штука будет. Замечательно. То есть, если покупать сертификат, то у вас очень похожие наборы каких-то символов будет и так далее. Это все рядом, все близко, все тепло. Вторым шагом нам надо заняться управлением запросом, запросом к подписи. Так, здесь используется другой немножко ключ. Здесь используется REC. Будьте аккуратны. Здесь вот в первом флажке вот в этом не используется. А дальше мы говорим, что мы создаем новый. Мы говорим, что у нас будет источник пароля закрытого ключа указываться как PASS IN. Ну, и тот же самый везде пароль будем использовать, тут ничего особо не придумываем. Пароль выходного файла у нас будет задаваться как PASS OUT. И здесь тоже мы ничего не будем особо придумывать. И в качестве закрытого ключа мы будем использовать тот, который мы только что с GIMI регулировали. Server.Key.Org. При этом нам надо сказать, что у нас будет получаться как бы вот сам CSR, ключ, генерируемый на выдачу. При помощи, как же он там называется, а при помощи файла, название указываем и дальше, только тут вот бы не ошибиться, CSR, по-моему, вот так. Дальше мы говорим, сколько он будет действовать. Здесь проще. Day 365. Day 365. И если я все сделал правильно, то у меня будет сгенерирован ключ, но я уже вижу, что я сделал что-то неправильно. Дайте-ка я пробегусь и проверю, посмотрю, что у меня не так. Так, New нормально. PASS IN тоже. PASS OUT вроде бы как хорошо. Key Server.Org тоже хорошо. Out Server CSR. Так. Day. Он говорит, что у меня, смотрите, он говорит, что флаг Day не заполнен. Day Ser. Day, друзья мои. Да. Вот я сам, наверное, себя запрограммировал. Вам сказал, что тут невозможно не ошибиться. Видите, вторая команда у меня сразу с ошибкой. Ну, быстро получилось вроде бы как исправиться. Укажите имя страны. Ну, давайте скажем. RU. Укажите State of Province Name. Ну, давайте скажем там. Moscow. Локальное название. Ну, тут не будем особо. Удрите тоже Moscow. Организационное или имя компании. Ну, давайте скажем специалистов. Хотя вы укажете, будет свое название, своей компании. Organization Unite Name. Section. Ну, не знаю, что тут еще указать. Давайте спец просто напишем. Common Name. Общее имя. Тоже просто повторил все это. E-mail. По-хорошему предполагается, что вы здесь реальный e-mail укажете. Я укажу чисто вот такой тестовый. Asamaka.ru И когда будет меня спрашивать пароль, я тут скажу, нет, нет. Тут ничего не надо. Если у меня все правильно получился, вот он этот CSR. Тоже на него и посмотрю. Пожалуйста, begin certificate request. То есть запрос на наш сертификат. Кажется, все нормально. Теперь нам с вами нужно выполнить еще две команды. И из всей вот этой вот сложной последовательности, это, наверное, будет самый такой сложный вариант. Здесь нужно будет указать криптографический алгоритм, который мы будем использовать. x509. Дальше. Так, у нас там пароль был. PASN. PAS1234. PASOUT. Опять же, если вы купите этот сертификат, у вас не будет такой головной боли. Или настроите. Так, два раза PASOUT. Или настроите автоматическую генерацию один раз на Let's Encrypt. На реальном рабочем сайте. Это же будет здорово, правда? Так, теперь мы говорим, что у нас сервер кей.org. Дальше. Мы говорим, что у нас сервер CSR. Точка, точка. CSR. Так, неправильно. CSR. У нас вот здесь лежит. И на выходе. На выходе. А вот. У нас должен быть сервер CRT. Тоже флажком DACE. 365. Друзья мои. Терпение. И труд. Что тут он у нас пишет? Значит, он говорит, что у нас флаг PASING. А где у него флаг PASING? Ах, вон он там. Да что ж такое. Так. Так. Здесь вроде бы как серверти получился. Вот, друзья мои. И последний шаг. У нас пароль не лезет 1, 2, 3, 4 или PASING 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И дальше мы говорим, что у нас OpenSSL. Так. И здесь надо будет теперь указать RSA ключ. Здесь используется вот такая вот FUD утилита. Называется RSA. Она предназначена для, в общем-то, конвертации ключей из одного формата в другой. Тоже я надеюсь, что вы не будете спрашивать нюансы. Потому что я от них, честно говоря, далек. И указываю кей.org. Кей.org. Так. И указываю сервер.кей в качестве выхода. И, по-моему, да, он записан. Итак, смотрите. У нас получилось два основных файла. Вот они. Сервер CRT и сервер кей. Ну, можно так. Посмотрите сервер кей, как находится. Вот он. RSA private key. И все нормально. Я копирую эти два файла в NGINX. Вот сюда. Чтобы мне было проще, я забираюсь в папку CONV. Там, где конфигурация находится. И прямо вот прям в корень. Как? Неправильно сказал. Не прямо в корень. А в папку с конфигурацией закидываются лишены. Теперь, друзья, можно вздохнуть попроще. Потому что... Легче. Потому что самая сложная часть пройдена. Нам осталось теперь прописать эти серверы CRT и сервер кей внутри конфигурационного файла NGINX. А он у нас рядом NGINX. Мы забираемся в этот файл. Давайте покрупнее сделаю, чтобы было красиво. И скажу, что у нас будет синтаксис. Вот так. Мы будем работать на 443-м порту. Сюрприз. Для тех, кто вдруг давно не занимался, не сталкивался. Это порт дефолтный, который используется при работе SSL. Это 443-й. Мы всегда должны его указать, чтобы работать именно с использованием HTTPS. И дальше нам понадобится указать... Ну, я думаю, что две директивы. SSL-certificate. Certificate. Здесь мы указываем название нашего CRT-сертификата. Так, вот у нас CRT называется. Одну секунду. Да, CRT. И нам надо указать также ключ. Это у нас кей. Обратите внимание, что поскольку у меня это все лежит вне папок специальных особых, я прямо в конфе вот это явно прямо указываю. Да, еще тут есть какой-то параметр SSL, по-моему, protocols. Или protocols, или протокол. Так. Не помню. Протокол. Наверное, protocols, потому что там несколько вариантов обычно указывается. Например, TLS мы можем указать, какие версии мы будем придерживаться алгоритмов TLS. Например, там 1, 1, 2, ну, 1, 1, 2. И еще смотрите, я сейчас досадные вещи заметил, часто и на занятиях такое себе допускают. Видите, вот здесь точки с запятой стоят везде, а вот тут не стоят. Надо обязательно поставить. Как это нам нужно. Все. Готово. Сервер, в общем-то говоря, готов к экспериментам. Теперь нам нужно перезапустить наш сервер, убедиться, что все работает нормально. Это сделать можно при помощи команды engines.s.reload. То есть, на самом деле, не перезапускаем мы сервер, на самом деле мы перезачитываем конфигурацию. Вот так вот раз. И теперь, друзья мои, то, к чему мы шли, это занятие, а именно, страница Localhost, открытая через протокол ЧТПС. Я сейчас нажимаю F5. Так, фанфары приготовились. Смотрите, какая красота. Он работает. Он, конечно, пишет, что подключение не защищено. Он даже, он просто не знает, что я не злоумышленник. Он даже называет меня, что я могу похитить ваши данные с Localhost. Похитить данные с Localhost, это забавно. Но если я зайду в дополнительный и скажу перейти на сайт Localhost, то у меня будет произведен переход. При копировании кода из адресной строки я увижу HTTPS. Вот он. А при просмотре сертификата, вот пишет, недействительный, да, я увижу, что кому выдан специалистом, тем выдан специалистом, то есть сам себе. И что он работает до 20 марта 2022 года. То есть, как мы и сказали, на один год будет сгенерирован. Потрясающе. Вот, представьте себе. То есть, для каких-то таких вот своих вещей, если постараться, то за 20 минут можно быстренько сгенерировать сертификат. С Let's Encrypt'ом там, в общем-то, при отлаженном процессе, наверное, почти столько же уйдет. При неотлаженном, ну, чуть больше. Там придется покопаться, повозиться. Это же будет надо реально хостинги делать, да. Потому что на таких вот сайтах-заглушках типа нашего это дело не отработает. Друзья, ну и наконец-то, неприкрытая реклама наших курсов по настройке серверов Apache и Engines. Мы, естественно, с вами рассмотрели маленький фрагмент такого занятия. И, по сути, самое интересное уже позади. Но, если вдруг вы захотите встретиться и пообщаться, и послушать о настройке серверов, то я вас жду на наших курсах, которые в ближайшие, вот там, две даты стартуют в формате открытого обучения. А так, если там посмотреть на расписание, приноровиться, то и в обычном формате, и вы можете спокойненько записаться и посмотреть, как там, что работает. Да. Значит, и теперь смотрите еще, друзья. Тут очень важный момент. Я хотел бы вам рассказать о том, что мы планировали курсы Apache и Engines разбить на два отдельных курса, но очередные перестановки случились. И, в общем, у нас остается один курс из двух серверов, чему я не супер сильно рад, но так и получается. Единственное, мы уменьшаем теоретическую часть первого дня до четырех часов, а остальные часы, там, десять часов остаются на Apache, десять часов академических на Engines. Очень, очень классно, что мы увеличиваем объем часов на сервера. И у нас еще одно классное нововведение. Мы теперь выступаем на наших мастер-классах в команде с нашими менеджерами. И я хочу сейчас предоставить слово Валентине. Валентина, как меня слышно? Один-два раз. Валентина? Так, друзья мои, моя маленькая заминка. А, слышите? Я предоставляю вам слово тогда. Только я вот не слышу, идет сигнал, нет? Наступление. Так, пожалуйста, Евгений. А, не включается микрофон. Друзья, ну тогда я по инерции продолжаю рассказывать то, о чем я хотел еще рассказать, а именно о формате обучения, о том, что позволило вам сегодня провести этот вебинар. Валентина, если заработает, сразу пишите, сразу слава вам передам. Друзья мои, значит, по поводу форматов обучения. Ну, это уже такая не техническая часть, а уже больше образовательная. Как обычно, у нас доступны куча форматов. Во-первых, традиционное, обычное обучение в классе, очное. Вы можете спокойно записаться, выполнять лабо прямо у нас в классе. Этот формат удобен тем, что позволяет побеседовать с преподом, побеседовать с коллегами, разрешить проблемы здесь и сейчас. Ну, его выбирают те, кто любит, скажем так, общаться напрямую. Также есть формат очно-заочный. Это для тех, кто совершенно занят. Обычно это люди, которые могут с трудом урвать пару часов в неделю, чтобы приехать. Для них предполагается большая часть обучения сделать самостоятельно и приезжать только на стартовое и финишное занятие, иногда посередине курса, и получать ответы на вопросы от преподавателя. Также у нас есть еще индивидуальное обучение. Это самое дорогое, но, на мой взгляд, самое эффективное формат обучения, когда мы с вами персонально сидим тет-а-тет и работаем по программе курса со скоростью, порой превышающей в два раза обычную. То есть, если там кто-то проходит курс в обычной группе за 24 академических часа, то у нас есть шанс пойти и за 12 часов. Ну, конечно, все еще зависит от индивидуальных способностей и от вашего темпа работы, того, как вы настроены. Также мы работаем через вебинар. Это то же самое, как вот сейчас. И у нас есть еще открытое обучение, о котором я всегда говорю, что нет людей равнодушных. Одни говорят, что им категорически не нравится, другие говорят, что очень круто и нравится работать со своим темпом. Это когда вы смотрите видео, а преподаватель сидит и в режиме ожидания вопросов находится. И когда вопросы возникают, мы сразу именно занимаемся целиком и полностью вашей задачей, вашей проблемой. А так просматриваются записи реальных обычных занятий. Ну, такой интересный формат обучения, еще раз, который выбирают некоторые. Друзья мои, смотрите. По открытому обучению, я, насколько помню, специалист, если памятник не изменяет, обычно делает скидки. Поэтому смотрите на цены. Если для вас этот фактор важный, то вы можете его учесть. Плюс учтите, что тут, в открытом обучении, у вас именно собственный темп обучения. Если вы смотрите ролики со скоростью небольшой, прорабатываете материал медленно, останавливаетесь на каждом моменте. А отлично, без проблем. Вы можете смотреть эти ролики в любое время, на протяжении которого видео предоставляется, и задавать свои вопросы, когда, ну, как бы, на встрече, на занятиях с преподавателем. Это круто. Часто вы эти вопросы моментально сразу разрешаете. В аудиториях, где проходит обучение, всегда по два монитора. На одном у нас находится, обычно вы посмотрите видео, на другом вы выполняете непосредственно свою работу. Ну, а так все остальные плюсы тоже сохраняются. Друзья мои, традиционный вопрос, есть ли у вас вопросы. Если есть, пожалуйста, пишите. А меня попросили сказать еще о том, что если вы захотите получить консультацию по профессиональному развитию, я не пробовал, я не получал, друзья, поэтому попробуйте, вам будет интересно, мне потом расскажите, то, пожалуйста, сейчас прям запустите свой сканер КОА-кодов и попробуйте протестить эту супер-мега-фичу и посмотреть, как, что у нас работает. А вот Валентина добавляет, что если у вас будут вопросы на курсах, то пишите с пометкой письмо, e-mail все указаны, телефон с добавочным номером тоже, и друзья вам, конечно же, всегда дадут ответ и расскажут, что к чему. Друзья, я очень благодарю, что вы нашли время в нашем таком быстро текущем, скажем, мире с текущими темпами, загрузкой и так далее, и пришли посмотрели на этот вебинар. Я очень буду рад, если вы скажете, что и почувствуете, что это маленькая демонстрация, генерация собственного сертификата на локальном сервере вам была интересна. Если нет, то обязательно попробуйте сами погрузиться в получение реального сертификации средств инкрипт на реальном своем сайте. Вот я заранее всем говорю пока-пока и спасибо-спасибо. И прощаюсь с вами, до новых встреч. Жду вас на курсах в аудитории. Всего доброго. Техническая пауза, буквально несколько секунд, чтобы увидеть, возможно, вопросы. И потом я выключаю наш вебинар. Спасибо. Пока-пока. Отлично. Пожалуйста. Пожалуйста, Григорий. Пожалуйста, Роман. Друзья, спасибо, что нашли время и послушали наш мини-мастер-класс. Продолжение следует... Продолжение следует...